процент здесь это основные постулаты ребят то есть если брать сейчас я попробую объяснить если брать но то давайте будем честными даже так скажу вот например у меня цена на яндекс директ по рынку она выше выше чем у других и мне приходится вот на этом лендинг пейджи просто тупо обосновывать почему меня такая высокая цена то есть я могу сразу говорить что на цена 24000 рублей за настройку яндекс директ она выше чем у конкурентов потому что крайне часто мы слышим а почему а почему так дорого то есть люди звонят и спрашивают а почему так дорого кстати очень круто если у вас звонят люди спрашивают а чё почему у вас так дорого хотя бы позвонят и вы сможете что то им рассказать и объяснить и приходится на всем лендинге объяснять почему мы такие почему цена точнее не то что мы такие почему цена такая почему мы именно такую цену платим то есть вы платите пардон каждый момент этого лендинга сто раз уже был проверен перепроверен я поэтому и опять же его показываем много много раз и я знаю то что в большинстве случаев люди спрашивают какие-то момент элементы например спрашивают про сбор ключевых фраз поэтому блок появился люди спрашивают какие компании как мы настраиваем тоже бывает окей объясняем даже если люди этого не спрашивают они это видят они видят какой-то момент например момент качества и они зачастую готовы перебороть себя и заплатить чуть больше не всегда повторюсь не всегда то есть если люди хотят настроить яндекс директ за 10 тысяч и у них просто больше денег нету значит мы ничем не поможем то есть да можно конечно взять у них 10 тысяч рублей и сделать что-нибудь попроще или что-то такое то есть это будет уже другая немножко целевая аудитория нет мы делаем вот так дорого и мы обосновываем свою цену объясняю почему я рассказываю именно в этом в этой последовательности именно так 90 процентов людей пишут цену большую 24 тысячи рублей и делают копию лендинга своего соседа вот стопроцентную копию дорого круто офигенно ну и прочие слова не непристойные и и все то есть скопировали ждем когда же придут заявки они не приходят да и не придут потому что если вы не сделали хороший качественный уникальный подход для человека то он и не будет платить больше чем другим каким-то специалистам с этим я думаю вы спорить не будете так дальше открываем так дальше а какая главная цель вашего лендинга основная цель лендинга это оставить заставить человека посетителя оставить свои контакты и здесь принципе подходит все я согласен здесь подходит и гоняющийся за ним телефон кстати очень помогает то есть когда у вас есть меню она прикреплена и за ним гоняет все время звонить и номер телефона что-то похожее на кубик антар ну и шайбу вообще обратного звонка до второй момент конечно же помогают сами заявки то есть на каждой странице если посмотреть на любую страницу которую мы делаем вот например ворота здесь везде есть кнопки и до большинство людей думают особенно когда когда создают лендинг пейдж почему-то думают что он лучше я сделаю кнопку в начале и форму и в самом низу например там вопросы тоже стала популярна и слава богу тема но нет в любом случае у вас есть какой-то блок сделайте на него какой-то вот хотя бы определенно похожую на заявку тему например заказать консультацию вызвать замерщика бесплатно и так далее чем больше форм захвата тем лучше ну и конечно же последний писк моды где-то уже года полтора если не два нет года полтора это форму вот эта вот кнопочка обратного звонка я могу объяснить почему во первых почему у меня не стоит эта кнопка и во вторых я скажу по некоторым кнопкам первое почему у меня не стоит на моем сайте эта кнопка во первых кнопку мы ставили неоднократно мы тестировали и он делали просто оба тест лендинг один подсовывается одному человеку с кнопкой обратного звонка и второе подсовывается но один с и другой без получалось следующее что конверт он увеличивается не настолько много конечно как обещают в рекламе зачастую рекламе обещают до 30 процентов увеличения заявок на самом деле нет особенно в начале когда только появился колбекантер и его аналоги собственно и американские аналоги которые появились пять лет назад и прочее это было в диковинку люди действительно оставляли заявки но они оставляли заявку зачастую просто потыкать о правда что ли перезвонили через 28 секунд не потому что они хотят что-то заказать а потому что они просто хотят потыкать как это работает особенно в нашей нише это так работает потому что вы маркетологи например или вы собственно на предприниматели и какой-то определенный момент вам ну вы увидели какую-то новую фичу и вы ее смотрите тыкаете прочее поэтому когда мы ставили первый раз эту кнопку это было года наверное ну год назад точно если не больше то то у меня менеджер например попросили убрать ее потому что зачастую люди звонят что-то вроде получается что-то вроде формы оставьте вопрос вы наверняка такие видели формы когда всплывающие идет окно и сбоку и меню и человек задает вопрос что-то очень схожи то есть он позвонил алё здрасте а вы хотите заказать директ ну в общем ну как бы хотела сколько у вас стоит и начинаются такие запросы вопрос нет понятное дело что скриптами можно все исправить но к сожалению по статистике оказалось что затраты временные на обработку этого клиента который зачастую не покупает слишком большие то есть для этого придется нанять еще одного например менеджера которого который просто не будет окупаться например бывало такое второй раз когда мы ставили ее она принципе начинала себя окупать но зачастую опять же получается очень много разговоров с клиентами с обычными клиентами которые сами знают что им нужно они а сами либо звонят с ними идет разговор в среднем 10 минут например и человек либо заказывать либо оставляет все данные для того чтобы ему просчитать все его точки основные там кипья и прочее чтобы можно было с человеком дальше разговаривать а с шайбы так не получалось то есть в нашей теме это не сработало другое дело ниши аля ворота септики миша как они называются межкомнатные перегородки хотят сказать офисные перегородки все вот все это очень круто конвертирует с этой кнопкой потому что там это до сих пор в диковинку и да там стоит кнопки эти использовать но опять же если у вас какие-то услуги такие ну непонятные в общем типа настройки яндекс директа и прочее лучше пусть люди сами дойдут до звонка и тонко им кстати еще есть очень важный момент что в кнопке обратного звонка очень часто появляется такая форма она всплывает и да большинство людей это действительно начинает бесить как бы с этим ничего не сделаешь поэтому если есть кнопка и процент и на ней есть просто какой-то надпись например мы можем вам перезвонить сбоку и она никому не мешает то замечательно если он всплывает то это то же самое что всплывающие окна которые вроде бы и должны увеличивать количество конверт конвертов но что-то особо не увеличиваю и еще был вопрос насколько сильно эти кнопки м утяжеляют сам сайт и они действительно утяжеляют потому что зачастую что делает кнопка как она выглядит если говорить на со стороны программистов до с технической стороны кнопка засовывает ваш собственный сайт во фрейм собственной то есть вокруг вашего сайта создается еще одна оболочка сверху и чем тяжелее накрутка всей этой кнопки например как у колбекхантера я думаю вы знаете в колбекхантере кто-то из вас наверняка ставил напишите кстати в чат 3 если вы ставили именно колбекхантер и поставьте в чат 2 если вы ставили какую-то кнопку какой-нибудь другую и поставьте один в чат если вы вообще ни разу не ставили ничего на свой сайт аля обратного звонка колбекхантер это колбекхантер это ну просто убийца на самом деле сайтов потому что если ну например открываешь макбук даже просто проведем эксперимент обычно открываешь макбук в оставляешь сайт с колбекхантером в каком-нибудь браузере аля хром который в принципе оптимизирован ну подо все и макбук сам он не может лагать но при этом при всем если остается на 10 на 15 на 20 минут сайт открытым то ну просто компьютер начинает так сильно тормозить дико что ну ты начинаешь уже искать из-за чего это происходит и каково мое было удивление когда я узнал что это происходит именно из-за колбекхантера потому что процесс например хром xd какой-нибудь ну собственно можно это посмотреть в виде очень хорошо видно вкладочка где висит сайт она прямо начинает жестко жрать оперативку а на каких-нибудь слабых компьютерах или на телефонах это вообще очень сильно заметно какие кнопки можно посоветовать ну тут можно несколько кнопок советует но одна из них например вот это лидбэк собственно опять же не даю вам никаких гарантий что это нормальная кнопка но собственно мы всегда их раньше ставили они нас не подводили и естественно очень интересные кнопки которые встроены в системы общие системы такие как спазной аналитики назовем их так вот их мы довольно много в суть у них примерно одна и та же единственное что сейчас яндекс и ну гугл давно уже яндекс начал бороться с системами соцфишинга но это в принципе вас особо не должно сейчас интересовать потому что в основном это упирается все на сел не понравилось вот есть ребята кто ставил callback hunter я уж не буду ничего говорить про про то что про то что callback hunter сам по себе дорогой потому что в любые сервисы в принципе они дорогие ну например моему клиенту сергею на этот сайт у него несколько просто сайтов callback hunter выкатил какие-то бешеные цены что-то в районе около 100 тысяч что ли в месяц ему что-то такое выкатили в общем я даже не понял за что на на я надеюсь что они пошутили с мобильника когда заходишь как на весь экран да вот кстати тоже может быть проблема но опять же кнопку не мой сервис поэтому не могу сразу говорить что сервис хороший кстати у многих сервисов такая проблема то есть они не адаптированы под мобильные устройства как только заходишь кнопка либо на пол экрана это кстати еще неплохо хуже когда кнопка такая маленькая маленькая в углу вообще на самом деле в мобильных версиях лучше убирать вообще в эту вариацию с обратным звонком потому что она честно говоря не очень нужна там проще сделать плавающий слайдер и сам телефон подсветить чтобы человек мог просто нажать на на телефон и позвонить это можно делать как автоматически делается и на адроидах и на айфонах на иосах так ну все пока вопросов нету по поводу конверсии сайт поворотом мы честно говоря сейчас не смогу точно сказать потому что последние замеры я не делал в районе трех процентов всегда есть конверсия опять же никаких космических конверсий а-ля 15 процентов каждый второй человек звонит такого нету сразу говорю но при этом при всем если сделать хороший дешевый трафик здесь кстати на удивление есть силам небольшое силу продвижения но это скорее для меня было удивлением то что мы сделали лендинг который еще и по силу продвигается вот все равно получается очень хороший и качественный элит по цене в районе трехсот 500 рублей это вполне нормально для москвы и московской области не надо придумывать и и пытаться выжить 50 рублей за лид это бесполезно беспомним бесполезное занятие так а все убирается в то что мы должны заставить посетителя оставить свои контакты правильно мы уже вроде бы много сказали про обратный звонок форма естественно форму нужно правильно оформить тоже об этом немножко сегодня поговорим потому что есть первый экран в нашей теме мы о нем поговорим и еще у нас есть телефон телефон должен быть естественно желательно вашей городской и желательно и полностью прописан причем прописан желательно полностью в одну в один шрифт скажем так засунут называется не суть в общем у вас должен быть он написан одним и тем же фон там шрифтом и прочим объясню почему потому что очень часто дизайнеры делают например плюс 7 495 маленькие а 6 4 8 8 1 8 2 делают большие из-за этого например если заходите на мобильник нажимаете на кнопочку позвонить у вас пропадает плюс 7 495 это естественно плохо потому что я не смогу позвонить это прям жестко в убийце естественно желательно делать полностью в одном стиле телефон еще лучше если он будет к за вами гоняться это вот просто идеально да что же ты будешь делать вот и так что мы можем достичь цель первое у нас должна быть полная ясность за то что клиент должен платить деньги ворота окей ворота полностью их надо описать вот они автоматические ворота ролетной системы и поехали мы должны объяснить что у нас есть вся продукция здесь кстати немножко мы отошли от правила 8 позиций здесь сделали их чуть больше на это желание клиента опять же услуги тоже какие услуги мы делаем то есть мы должны полностью расписать цен нету да здесь к сожалению косяк здесь нет цену цены очень сложно определить на например доставку и монтаж потому что они могут быть от и до но тоже желательно расписать желательно чтобы человек знал сколько у него всего это будет стоить потому что когда вы например хотите установить ролетные ворота или какие-нибудь там смысле ролетные системы или автоматические ворота вы хотите знать сколько да конечно же нужно вызвать человека который приедет все померяет и скажет сколько это будет стоить осметовать просто так на сайт на на скидку сделать к сожалению никто не сможет и ничего вы не придумаете но если человек оставит какие-то вам входные данные принципе придумать тоже можно сейчас попробую показать на какому-нибудь примере то что действительно работает наталья настоящий конечно же нету здесь парень сидит вместо натальи ну что поделать идеальный вариант вы купим квартиру сами комнату долю по рыночной цене без комиссии в чем прикол да здесь есть у т.п. аванс до миллиона рублей после обращения течение четырех часов в принципе это стандартная тема для всех тема для всех лендингов этой тематики в чем прелесть именно этого лендинга почему здесь конверсия выше чем у конкурентов смешно но первое а мы здесь на лицом показываем кого-нибудь кого-нибудь а ля лучшего риэлтора марта то есть лучшего специалиста и второе мы обязательно показываем что мы выкупаем то есть мы показываем у нас квартиры например двухкомнатная сорок два квадратных метров за сколько мы выкупили честно выкупили и честная рыночная стоимость квартиры то есть например если человек например видит а у меня 42 квадратно метровая квартира и он видит что да заплатили 500 и на 500 тысяч меньше чем рыночная стоимость но мне заплатили если он готов пожертвовать он позвонит и это кстати очень большой плюс потому что большинство людей вот если вы откроете любые лендинги по выкупу квартир там просто такого нету то есть люди боятся показать что выкупают они на пятьсот тысяч дешевле чем рыночная стоимость квартиры а если показать не две квартиры а показать например пять квартир или семь квартир для примера человек обязательно себя тут найдет то есть вы зеркально показываете не зеркально смысле прозрачно как будто за стеклом вы показываете полностью что происходит показывайте настоящие цены показываете настоящие какие-то или как это правильно сказать факты вот настоящие факты дальше это конечно не все можно показать еще пример кстати давайте еще один пример покажу на банях пример очень простой да человек например может получить все семьсот тридцать два проекта на рынке баня кстати очень часто вот кстати это к вопросу что можно увеличить конверсию лендинга в миллион раз просто сделав какой-нибудь сумма самое крутое предложение потому что вот мы вжились в самих клиентов да и собственно вживаться в них не надо у них можно просто открыть вордстат и посмотреть что большинство людей ищут проекты баня если им предложить просто все семьсот тридцать два проекта хотя даже не знаю на самом деле сколько этих проектов наверное намного больше но собственно не суть и под просто показать им что то вы можете на почту им выслать все проекты баня то все клиенты ваши то есть тут конверсия просто будет бешеная именно на заявке но другое дело вот допустим я сделал это сайт артема моего клиента и артем был очень рад в принципе тому что очень много людей оставляют email и оставляет свой телефон но когда он начал звонить этим людям не которые оставили просто заявку да например и мы перезвоним или они там оставили посмотрели проекты бани прочее нет до смешного большинство людей говорят а мы хотим только проекты посмотреть нас не интересует ничем и хотим только посмотреть проекты вот что значит бесплатно и что значит 732 проект на рынке бани вот вроде бы человеку полностью все удовлетворили в любую его прихоть но нет люди не закрывают именно с этой формы то есть может быть закрылся один человек из не знаю там пятиста но это все не алло у меня не это хотел бы показать я хотел показать вот это то есть да я показывают например смета и прочее это все это все замечательно показывают мысли проекте прочее но здесь и света это очень крутая тема потому что можно человеку показать что такое полностью oh осмитованы и бани этого нет ни у кого например тоже на рынке баней это очень грустно потому что первым делом когда вы захотите купить себе баню вот просто представьте себе вы захотите по любому полную смету того что процент человек делает за эти деньги например если а например баня стоит 244 тысячи рублей я хочу знать за что я плачу эти 244 тысячи рублей все очень просто это первое но вот собственно здесь расписано здесь расписанные монтаж фундаментные блоки песок в мешках и так далее то есть вы видите хотя бы за что вы платите потому что просто 220 сколько там 4 244 тысячи ну окей понятно баня стоит 244 тысячи это не машина то есть здесь это стройка человек всегда пытается найти где бы дешевле то есть это правда то есть 90 процентов людей на рынке ищут где бы подешевле построить не качество ничего не интересует их интересует подешевле но когда вы им показываете настоящую смету и говорите вот это столько стоит если вы пойдете к другим людям и на у них закажите смету настоящую смету не то что у них там написано 200 тысяч нас на сайтах а где написано мы сделаем для вас нет или вы позвоните просто заставить их сделать смету вы получите цифру либо такой же либо просто больше и это очень круто этим вы показываете полностью прозрачно как вы работаете и и нет ребята можно конечно показывать как мы работаем сначала менеджер звонит вам потом он там еще что то делает это замечательно но человеку все равно интересно куда идут его деньги будем правило так и дальше второе естественно это создание уникального торгового предложения что кроме того что человек платит деньги еще нужно показать что это все выгодно для него и желательно показать это в цифрах это вообще будет самое шикарное можно еще показать выгоду например в сейчас это модно показывать выгоду с курсом рубля например было 33 рубля мы зафиксировали этот курс сейчас это конечно редкость но все таки или мы используем российские аналоги и поэтому нас дешевле допустим то есть можно показать какую-то выгоду опять же я упираюсь в цену естественно можно не в цену упирать можно упираться в в качестве это крайне сложно все равно показать качество если вы хотите человеку показать то вот артем тоже в этом отношении молодец он снял видео она по моему еще пока не стоит туда делаем кое-что просто на сайте поэтому кучу уехал либо у меня уехал да уехал просто ну вот например очень круто посмотрите видео как выбирать качественный брус и человек специалист который кстати есть на лендинге здесь и о нем написано он рассказывает как надо выбирать брус идеально если человек не только посмотрит видео он еще к вам приедет потрогает это все вот тогда это действительно можно сказать что это качество издалека просто говорить слово качество это бесполезняк это не уникальное торговое предложение вы ничего сверхъестественного не показываете вы просто говорите качественно как обычно человек пытается как то ну просто присесть на уши если качество если сроки окей можно опять же показать какие то примеры лучше всего показывать конечно же примеры лучше всего вообще видео если есть такая возможность дальше опять не то это создание социального доверия отзывы я еще в кавычках написал люди и в кавычках специалисты и примеры потому что специалисты могут быть во первых можете быть не вы специалистом а люди могут быть естественно не людьми то есть могут быть какие то придуманные но чем больше вы делаете какого-то контента связанные именно социальным доверием тем лучше как бы смешно не звучало если вы вставляете в каждый блок социальное доверие например сделали бы опять же это идеально бы было пока еще не добрался таких лендингов например сделан блок нашей компании и сразу же идет какой то мини отзыв от человека может быть вы такие даже видели уже лендинг есть такие это тоже довольно новое веяние после каждого блока вставлять какие то отзывы можно текстовые можно еще что то это помогает как бы смешно не звучало чем больше социального доверия у вас опять же у нас зачастую социального доверия сколько ну один блок вот два видео вы вставили например здравствуйте меня зовут виталий я купил баню у петра да она замечательная вот она все хорошо да это это кстати уже хорошо если оно есть такое видео у вас нету во первых продающей истории которые желательно делать то есть показать хоть как то что человек не просто рассказывает не только баня стоит но еще хоть чуть-чуть как представить историю да вы можете сделать не одну историю можете сделать три пять историй 10 историй но этого мало потому что социальное доверие не заканчивается только результатами вашего у вас еще есть естественно специалисты очень круто показывает специалистов последнее время я опять же за это радую людям просто показывать ребята у нас есть по-моему иван его зовут честно говоря не вспомню тут надо посмотреть и уехала все равно иван вот пожалуйста посмотрите ваня молодец какой он все рассказывает мне свое производство он давно этим занимается ну то есть это круто есть костя ладно тоже допустим иногда есть не всегда опять же можно это сделать круто расписать но можно хоть как то представить лучше риэлтор марта например наталья опыт работы с 2006 года и так далее специализации по районам это очень круто чем больше социального доверия в каждом блоке тем лучше это сто процентов идеально конечно ну вот как у нас например сделано практически на каждый момент за счет чего у нас хороший конверт я лично считаю потому что есть сомнения во первых чем больше что такое социальное доверие например мы показываем полностью у нас есть прозрачная схема как мы работаем как мы живем скажем так за что отдают деньги тоже есть полностью развернуто и максимально социальное доверие почему потому что у нас идет идут одни сплошные видосы то есть видео 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 мы не показываем просто статическую картинку привет я могу сделать работать в фотошопе нет мы показываем именно на картинку как есть на самом деле собственно сейчас я презентажку обратно открою ребята социальное доверие это все что вот от самого начала до самого конца должно быть то есть отдельного блока социального доверия сейчас на данный момент в лендингах не приветствуется вот мы об этом будем в принципе говорить на на субботнем интенсиве который я буду проводить субботу воскресенье двухдневный интенсив на 12 часов уж извините сегодня не смогу я все подробно рассказать но там я буду детально это все объяснять и показывать на примерах и так далее на картинках на всех да созданием у т.п. с ясностью с ясностью я думаю вы примерно понимаете о чем я говорю с у т.п. сложнее с у т.п. нужно его действительно уметь прорабатывать там очень много техник вот об этом я буду уж извините говорить только на интенсиве здесь его только вскользь могу сказать некоторые моменты по поводу заголовков и по поводу социального доверия опять же повторюсь должен быть весь лендинг им сейчас напичкан все лендинги упираются в это сейчас потому что вы не заказывать вы сами у себя же не заказа не закажите потому что у вас тупо нет социального доверия у вас есть три блока отзывов которые просто не работают уже люди даже не верят отзывам на сайтах отзывиков отзывиках ну не суть только нормальное откровенное хорошее социальное доверие во всех блоках вот об этом у нас будет все целая отдельный интенсив